Друзья, друзья, смотрите, что у нас тут. У нас тут броизащитная барахолка, она вторая осенья. Супер много классных вещей, брендовых, небрендовых, ярких, спокойных, сумок, просто обуви, книг. В общем, да, мы вас всех ждем. После августовской барахолки в Сахаровский центр обратились люди, чтобы повторить эту благотворительную акцию в поддержку политзаключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. На этот раз организаторы собрали деньги в помощь главе Чеченского правозащитного центра «Мемориал» Аюбу Титиеву. Он почти год находится под арестом в Чеченской республике. Это очень простой способ принять участие в судьбе правозащитников. То есть вам не надо каких-то особых действий, особо героических, особо сложных, особо затратных совершать. Это возможность избавиться от старых вещей, от каких-то, которые там давно лежат на полках, и принять участие в судьбе правозащитников, вот в данном случае Аюба Титиева. Образы известных ученых и изобретателей, писателей и поэтов, в том числе и звезд мирового кино, волонтеры Сахаровского центра использовали как манекены. Здесь и Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Марлен Дитрих и даже наш современник Илон Маск. Ну, как таковой торговли у нас нет, потому что это не магазин. У нас есть так называемые суммы рекомендованных пожертвований. Но если, скажем, человек очень хочет забрать какую-то вещь, у него там немножко не хватает, то мы все равно ему ее отдадим. Ассортимент благотворительной барахолки настолько разнообразен, что среди вещей на прилавке обнаружились две кожаные сумки известного бренда. Настоящий Луи Виттон принесли. Как вы определили, что это настоящий Луи Виттон? Мне кажется, что по швам и по подкладке, по качеству выделки кожи. Конечно же, цены на вещи не рыночные, а символические, от ста до двух тысяч рублей. Если товар ценный и качественный, или, к примеру, брендовый, речь может идти о нескольких тысячах. Ну, винтаж люблю в принципе, потому что это вещь с историей, потому что это вещь с душой, которую кто-то отдал, потому что ему важно правозащита, ну, вот в данном случае, на данном мероприятии. Потому что он важен человек, ради которого это мероприятие проводится. Если кто-то из покупателей не нашел для себя подходящего товара, то у него есть возможность просто пожертвовать какую-то сумму на благое дело. В августе этого года гражданские активисты собрали в поддержку политзаключенных чуть больше 130 тысяч рублей. Главу Грозненского мемориала Аюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Сам правозащитник вину не признает. Утверждает, что марихуана ему подкинула полиция. Мумин Шакиров, Радио. Свобода. Москва.